Столкновение над Сан-Диего Крупная авиационная катастрофа, произошедшая в понедельник 25 сентября 1978 года, в ясном небе над Сан-Диего авиалайнер Boeing от 727 до 214 авиакомпании Pacific South West Airlines, выполнявший рейс PSA-182 по маршруту Сакраменто-Лос-Анджелес-Сан-Диего, при заходе на посадку столкнулся с частным самолетом Cessna 172, После чего оба самолета упали на жилые кварталы, в катастрофе погибли 144 человека, что на то время делало ее крупнейшей авиакатастрофой в США, крупнейшая авиакатастрофа в истории Калифорнии, самое смертоносное столкновение самолетов в США, предшествующее обстоятельство В 8 часов 16 минут из летного центра Гиббас, базирующегося в аэропорту Монтгомери-Филд, вылетела легкомоторная Cessna 172, самолет имел бортовой номер N7711G и ориентировочно был выпущен в 1974 году, его общий налет составлял 2993 часа, из них с последнего ремонта 6 часов Последний ежегодный осмотр проводился 9 января 1978 года В кресле командира в кабине Cessna находился 32-летний пилот-инструктор Мартин Б. Эзи-младший, а в кресле второго пилота сидел его ученик, 35-летний сержант морской пехоты Дэвид Т. Басвелль В данном полете они должны были отработать правила полетов по приборам, а тем временем в 8 часов 34 минуты из аэропорта Лос-Анджелеса вылетел Боинг от 727 до 214 авиакомпании Pacific Southwest Airlines Был выпущен в 1968 году, первый полет совершил 4 июня, 12 июня того же года был передан авиакомпании PSA, оснащен тремя двигателями Prat & Amp Whitney GT8D-7B На день катастрофы совершил 36 557 циклов взлет-посадка и налетал 24 088 часов 30 минут, из них с момента последнего ремонта 81 час 40 минут Самолет выполнял плановый рейс PSA 182 из Сакраменто в Сан-Диего с промежуточной посадкой в Лос-Анджелесе А на его борту находились 7 членов экипажа и 128 пассажиров, состав экипажа рейса 182 был таким, командир воздушного судна, 42-летний Джеймс Е. Макферрон Очень опытный пилот, проработал в авиакомпании PSA 17 лет, в должности КВС Boeing 727, с 11 января 1967 года, налетал 14 382 часа, 10 482 из них на Boeing 727 Второй пилот, 38-летний Роберт Юджин Фокс, опытный пилот, проработал в авиакомпании PSA 9 лет, в должности второго пилота Boeing 727, с 22 сентября 1970 года, налетал 10 049 часов, 5 800 из них на Boeing 727 Бортинженер 44-летний Мартин Дежа, он проработал в авиакомпании PSA 11 лет, в должности бортинженера Boeing 727, с 18 октября того же года, налетал 10 800 часов, 6 587 из них на Boeing 727 Все три пилота перед полетом отдыхали 7 часов 7 минут, а к моменту катастрофы работали 3 часа 47 минут, из них непосредственно в полете 1 час 30 минут в салоне самолета работали 4 стюардессы Всего на борту авиалайнера находились 128 пассажиров, 30 из них являлись сотрудниками Pacific Southwest Airlines, а один из них даже находился в кабине пилотов Катастрофа Пилоты Cessna 172 борт N7711G отрабатывали на практике два захода на посадку по приборам на ВПП номер 9, что находится в аэропорту Ленбергфилд Около 8 часов 57 минут Cessna завершила отработку второго подхода и начало набор высоты по направлению на северо-восток С диспетчерской башни Ленберг и Аланем, Савель, связались с пилотами данного самолета и дали указание переходить на правила визуальных полетов и переключаться на связь с диспетчером Подхода Сан-Диего в пилоты Cessna связались с диспетчерским пунктом подхода и Нельсон Е. Фарвел и доложили, что находится на высоте 1500 футов над уровнем моря и поднимается в северо-восточном направлении Диспетчер Фарвел ответил, что наблюдает их на радаре и дал команду на подъем до высоты 3500 футов при курсе 70 градусов и продолжая соблюдать ПВП Пилоты Cessna информацию подтвердили, в это время к Сан-Диего уже подлетал рейс PSA 182, непосредственно пилотировал его второй пилот Fox Тогда как командир Макферон вел переговоры с землей Пилоты рейса 182 связались с диспетчером подхода Сан-Диего и доложили, что начинает спуск с 11 тысячами футов до 7 тысяч В 8 часов 57 минут пилоты уже сообщили, что они прошли 9500 футов и продолжают спуск до 7 тысяч, а также что видят аэропорт Тогда диспетчер подхода дал им указание осуществлять визуальный заход на посадку номер 21 на ВПП номер 27 Пилоты подтвердили информацию по заходу на посадку Воздушное движение в небе над Сан-Диего весьма плотное В диспетчер подхода передал рейсу 182 информацию о пересекающемся рейсе Движение на 12 часов 1 миля следует на север Туэл-Фоклокт-Ван-Милл-Нарт-Баунд Через несколько секунд пилоты доложили, что видят самолет, на что в диспетчер их опять предупредил На 12 часов дополнительное движение 3 мили севернее аэродрома следует на север Сесна-172 По правилам визуальных полетов поднимается с 1400 Через несколько секунд с рейса 182 ответили, что видят ее Спустя примерно 15 секунд после инструктирования пилота в Сесна-Н-7711 Джин на набор высоты до 3500 футов при курсе 70 градусов Диспетчер подхода связался с Боингом и предупредил их о Сесна Движение на 12 часов 3 мили с 1700 На что второй пилот Боинга сказал, что понял информацию А чуть позже командир сказал диспетчеру, что наблюдает движущийся самолет Тогда в диспетчер подхода проинструктировал пилотов рейса 182 О визуальном заходе на полосу и переходе на связь с башней Линдберг В ответ прозвучало «Окей» Через три секунды диспетчер связался с Сесна и предупредил ее пилотов о рейсе 182 Движение на 6 часов 2 мили идет на восток Самолет Песа и прибывающий к Линдберг с 3200 Наблюдает вас в поле зрения Пилоты Сесна-172 подтвердили получение информации Пилоты рейса 182 связались с башней Линдберг и доложили, что они заходят на посадку с подветренной стороны В ответ диспетчер Савель подтвердил принятие информации и предупредил Движение на 12 часов 1 миля Сесна Второй пилот выпустил закрылки на 5 градусов А КВС спросил это так, которую видели у Лукин Кат Второй пилот ему ответил Да, но сейчас я ее не вижу С рейса 182 доложили «Окей» Мы видели ее минуту назад, а через 6 секунд добавили Думаем она прошла справа от носов То ауррайт Это был ключевой момент, так как диспетчер услышал конец фразы Как она удалилась вправо от нас Тем временем экипаж в кабине начал обсуждать положение Сесны Пытаясь увидеть ее впереди себя КВС доложил диспетчеру об удалении от аэропорта Когда в кабине возник следующий разговор Тогда второй пилот предупредил остальных членов экипажа о снижении скорости Ав сказал им, что видит самолет Есть одна внизу Я видел движение там В диспетчерской подхода Сан-Диего сработала сигнализация опасного сближения Которая предупреждала об опасности столкновения Боинга с Сесной Поэтому в диспетчер подхода Фарвелл предупредил пилотов Сесны Сесна-1-1 Гольф Движение вблизи вас Реактивные пейсы видят вас И спускается к Линдбергу Однако ответа не прозвучало При этом, согласно правилам визуальных полетов Фарвелл не стал информировать диспетчерскую вышку аэропорта Линдберг Так как посчитал, что пилоты Боинг видят Сесна По свидетельству очевидцев Оба самолета шли в восточном направлении Когда, в идее с небольшим правым креном и с приподнятым носом На высоте около 2600 футов Боинг от 727 до 214 Нагнул Сесна-172 И врезался в нее правым крылом в точке координат 32, 750 градусов северной широты 117, 133 градуса З, Д, 32, 750, минус 117, 133 От удара Сесна взорвалась и рассыпалась на мелкие обломки Взрыв серьезно повредил крыло Боинга В том числе воспламенил топливный бак в крыле Разрушил механизацию и разорвал линии гидросистемы Рейс ПСА и 182 секунды Быстро увеличившимся правым креном Перешел в пики под углом до 50 градусов Понес на расположенные внизу жилые кварталы Боинг врезался в дома в районе Нордпарк В 30 футах севернее пересечения Дуайт-Стрит и Нилл-Стрит И в трех морских милях Северо-восточнее аэропорта Линдберг Сесна упала у пересечения 32-й улицы Авеню Полк В результате падения обоих самолетов были разрушены Или серьезно повреждены 22 дома Катастрофе погибли все 135 человек На борту Боинг 727 Оба пилота на борту Сесна и еще 7 человек На земле, то есть всего 144 человека 9 человек на земле получили серьезные ранения На то время это была крупнейшая авиакатастрофа в стране Пока через год ее почти вдвое не превзошла Катастрофы 10-10 в Чикаго Расследование Расследованием причин столкновения занялся Национальный совет по безопасности на транспорте Окончательный отчет расследования был опубликован 19 апреля 1979 года Согласно отчету, главной причиной столкновения послужили ошибки экипажа рейса PSA 182 При заходе на посадку пилоты упустили из виду самолет Сесна Но не сообщили об этом службам ОВД Диспетчеры предупреждали экипаж рейса PSA 2-м воздушном судне И указывали придерживаться определенной дистанции, необходимой для того, чтобы предотвратить опасное сближение Сесна Следует отметить, что во время захода на посадку пилоты рейса 182 вели активные разговоры между собой, не касающиеся обсуждения полета Однако представители НССБ пришли к выводу, что сторонние разговоры не стали важным фактором катастрофы Согласно отчету, второстепенными факторами, которые привели к столкновению, также стали ошибки диспетчеров и пилотов Сесна Службу ОВД разрешили пилотам PSA осуществлять заход на посадку по правилам визуальных полетов, но не проследили за движением авиалайнера на радаре По этой причине вовремя не заметили, что самолеты начали сближаться Последние секунды перед падением экипаж рейса 182 старался направить самолет в другую сторону от жилых домов Однако значительные повреждения закрылков и гидросиситем сделали авиалайнер полностью неуправляемым Последствия катастрофы, культурные аспекты Катастрофа над Сан-Диего была показана в 11 сезоне канадского документального сериала расследования авиакатастроф в эпизоде «Мертвая зона» Также катастрофа показана в серии «Столкновения» документального телесериала «Почему разбиваются самолеты» производства MSNBC В 1979 году за статью о столкновении газета «The San Diego Evening Tribune» получила полицеровскую премию